Всем привет! И это видео о бруксизме. Стираемость зубов, проблемы с парадонтом, мышечная и головная боль. Вот неполный перечень симптомов бруксизма. Давайте разберемся, что же это такое, почему возникает и самое главное, как с этим бороться. У вас бруксизм, если ваши родные замечают, что вы скрижащите зубами по ночам. Второе, если вы просыпаетесь и у вас напряжены либо болят жевательные мышцы, также может быть и головная боль. Третье, если вы несознательно стискиваете зубы днем, особенно когда о чем-то переживаете или волнуетесь. И четвертое, если ваш стоматолог говорит о том, что у вас преждевременная стираемость зубов. Если у вас были или есть подобные симптомы, напишите в комментариях, как часто они проявляются, зависит ли от вашего психоэмоционального состояния и как вы боретесь с бруксизмом. Так, что же такое бруксизм? Бруксизм – это мышечная парафункция психосоматической этиологии. Говоря человеческим языком, это то состояние, когда жевательные мышцы напрягаются не тогда, когда это нам действительно нужно при жевании, а когда наше подсознание решает, что напрячь жевательные мышцы – это неплохой способ сублимации стресса. Бруксизм обычно возникает спонтанно, а иногда не проходит в подростковом возрасте. Да-да, вы не ослышались. Детский бруксизм, в принципе, явление довольно распространенное и считается почти нормой. Обычно он проходит в подростковом возрасте, но, к сожалению, не всегда. Причины бруксизма. К сожалению, я не невролог, поэтому в тонкости мы не будем вдаваться, но на основе многолетнего опыта наблюдения за моими пациентами я выделил три основные причины, при которых возникает бруксизм. И номер один – это общий высокий уровень стресса в жизни человека. Часто происходит такое, когда у человека много проблем в личной жизни, на работе и так далее. Второе – это чересчур лоббильная психика. Это значит, что человек чересчур активно воспринимает даже мелкие неурядицы, раздражается, обижается, расстраивается. И номер три – это склонность держать все свои переживания в себе. В этом случае даже стойкие люди начинают бруксировать. Как же справиться с бруксизмом? Как вы уже поняли, бруксизм – это не стоматологическая проблема, поэтому стоматолог при всем желании здесь не может помочь. Основная проблема при бруксизме – это преждевременная стираемость зубов. В активной фазе, особенно если есть еще проблемы с прикусом, зубы могут стереться уже в достаточно раннем возрасте, там в 30-35 лет может возникнуть необходимость чуть ли не тотального протезирования зубов. Повторюсь, это очень сильно зависит от прикуса, от состояния эмали, от интенсивности бруксизма, то есть все очень индивидуально. Если не устранить бруксизм, то есть причины зуба будут стираться. Да, стоматолог может поставить коронки на зубы, но, к сожалению, при бруксизме эмаль с коронок также скалывается. Да, мы можем поставить максимально прочные коронки, например, из неглазурированного диоксида циркония, который очень крепкий и прочный, но он будет с удвоенной скоростью стирать зубы, с которым смыкается эта коронка. Ну, многие из вас подумают, можно поставить просто диоксид цирконевой коронки на все зубы во рту и горе не знать, но, к сожалению, это так не работает, потому что если у нас есть какая-то деструктивная энергия в организме, то она просто так не исчезнет и не растворится. То есть если зубы не будут страдать, то найдутся другие тонкие места, чаще всего это сустав и мышцы, которые будут страдать, соответственно, за зубы. Чем может помочь стоматолог? Стоматолог может сделать капу против бруксизма. Она очень похожа на ретенционную капу, но значительно толще в той области, где зубы смыкаются, и имеет выемки под противоположные зубы. То есть ночью зубы смыкаются плотно, нижняя челюсть никуда не двигается, и это уменьшает проявление бруксизма. Но нужно понимать, что такая капа, она не лечит бруксизм и даже не уменьшает его интенсивность проявления. Она просто замедляет, точнее предотвращает стирание зубов в течение того времени, пока вы ее носите. Если же стоматолог не может помочь, разумный вопрос, что делать? Всем помогает разное. Единой методики не существует, но я могу выделить основные варианты, наиболее распространенные среди моих пациентов. Кому-то помогает психотерапия, кому-то помогает смена работы или условий жизни, если это возможно. Кому-то помогают всякие восточные практики, медитации, йога. Кто-то занимается аутотренингом или любыми другими вещами, которые в принципе помогут вам стать спокойнее, меньше переживать и в целом смотреть на жизнь с большим оптимизмом. И поверьте, не только ваши зубы, но и в целом организм вам скажет за это большое спасибо. Еще один метод это инъекции ботокса. Да-да, вы не ослышались, это тот же самый ботулотоксин, который широко используется в косметологии. Делаются инъекции непосредственно в жевательные мышцы, а ботулотоксин это такой яд, который блокирует проведение нервных импульсов. И как вы понимаете, это блокирует частичную работу жевательных мышц. Соответственно, эпизоды бруксизма у нас либо не проявляются вовсе, либо проявляются в существенно уменьшенном объеме. Проблема этого метода в том, что он сугубо временный, так как ботулотоксин действует достаточно ограниченное время, обычно не больше нескольких месяцев, но максимум до полугода. И поэтому это такой вот временный и симптоматический вариант решения проблемы. Что касается моего мнения. Я считаю, что в большинстве случаев применение ботокса при обычном бруксизме не слишком оправдано, так как существуют другие способы борьбы с этим заболеванием. Но есть такое состояние, как кленчинг, которое по симптомам сильно напоминает бруксизм, но кленчинг это как бы постоянное перенапряжение и гипертрофия жевательных мышц, при которых человек даже не может слишком широко открыть рот, разговаривает как будто сквозь зубы. Это совсем другое заболевание. И при нем, кроме ботулотоксина, вряд ли что-то на данный момент может помочь. Поэтому будем говорить о каждом случае индивидуально. Если вопрос бруксизма касается и вас, то я надеюсь, что вы найдете для себя оптимальный путь преодоления этой проблемы и раз и навсегда покончите с ней. На этом все. Всего доброго и до встречи в новых видео.